Шестой день Марина Тусумбаева из изумрудного поселка Малышева вынуждена с четырехлетней дочкой на руках скитаться по чужим углам. В квартире ее дома на улице Ленина в ванной и туалете стоит вон несусветная. Фекальные воды, вопреки третьему всемирному закону сантехнической гравитации, текут вверх, а не вниз. В 5 дней бездействовал жилком сервис, бездействовали власти и управляющие компании, ничего не делалось. Каждый день ходили, жаловались. До сих пор стоит вода. Колодцы пробивают, вода не уходит. В управляющей компании мариники внули на дверь, в ту сторону, где находится муниципальная контора жилком сервис. Дескать, водоотведение их епархия. Пока народ воевал с коммунальным мупом, трубы не промывались лет 7, как следствие сплошные засоры. Фекальные воды втекают и не вытекают из двух домов на улице Ленина и трех на Малышева. Впрочем, дурно пахнущая проблема выглядит сущей мелочью на фоне казенного дома на той же улице Ленина. В поселке Малышева асбестовское отделение полиции имеет тот же адрес, что и полицейский глав в Екатеринбурге, Ленина 17. Правда, в отличие от большого управления в большом городе, полицейский отдел в Малышево уже пять лет живет с подмоченной, в буквальном смысле этого слова, репутацией. Центральный подвод к дому текет уже пять лет, и текет он именно в подвал. От этого здания отсырело до такого состояния, что кирпич тупо рассыпается. Во второй половинке кирпичного здания на Ленина 17 общага, в которой вроде бы два туалета, но по нужде великой и малой, и большой тоже приходится бегать во двор. Вот это первый туалет, который не работает уже пять лет. Чтобы под душем помыть грязную голову, общеножителям приходится класть земные поклоны. По-другому в подводную струю никак не попасть. В подвале с дырявыми трубами воды по колено. На сырых подвальных берегах давно уже поселились гады-ползучие, которых местный люд ласково именует нашими опарышами. Как утверждают местные товарищи, коммунальщики то и дело дырявые трубы раскапывают, латают их и снова закапывают в землю до следующего прорыва. В общем, малышевская коммуналка повторяет печальную судьбу изумрудных копий Урала. Были, да сплыли. Продолжение следует...